Небольшой корт, ки и шайба. Задача загнать свою фишку в зачетную зону на противоположной стороне корта. Максимальное количество баллов можно заработать, попав в самый ближний от себя сектор. Это 10 очков. Своей простотой и доступностью шаффлборд завоевал популярность среди миллионов людей по всему миру. В Сочи этот вид спорта пришел 3 года назад. Курорт уже стал площадкой для развития шаффлборда во всей стране. Сегодня этой игрой регулярно занимается около 20 человек. В основном летним керлингом, так называя шаффлборд, увлекаются люди с ограниченными возможностями здоровья. Это игра равных возможностей. У нас инвалиды-колясочники выиграют у здоровых ребят. Мы в университете были играть со студентами. Есть люди, которые у нас инвалиды войны. По 90-92 года принимают участие в спортивных праздниках. В шаффлборд может играть каждый ребенок, взрослый, человек слабовидящий или с поражением опорно-двигательного аппарата. Здесь у зеленой дорожки люди с ограниченными возможностями находят такое важное для себя общение, а еще развиваются физически. Виктору, например, который страдает плохим зрением, в шаффлборд помог улучшить координацию. Социализация – это понятное дело. То, что спорт, он объединяет всех людей. И неважно, инвалид, не инвалид. Происходит преодоление психологического барьера, который, конечно, у людей с инвалидностью присутствует. Владимир Родионова шаффлборд три года назад привел в спорт. Сегодня он один из самых активных игроков, участник всех соревнований и их неоднократный победитель. Отчаиваться он не в его правилах, активный образ жизни. Вот весь секрет, говорит Владимир. Небольшая трагедия, зеркало нашей жизни, которое неправильно повернулось. Но, тем не менее, жизнь на этом не остановилась. Она продолжается. У меня нет понятия поехать на коляске. У меня есть понятие пошли, идем, вперед и так далее. С таким же настроем Владимир планирует выйти на старт международного турнира. К нему спортсмены сейчас активно готовятся. Соревнования пройдут на курорте в декабре. Планируется, что в них примут участие игроки из 49 субъектов России, а также из стран СНГ. А в мае 2015 года Сочи примет чемпионат мира по шаффлборду. Ожидается 200 дорожек и 600 спортсменов из 25 стран. Игорь Кырпа, Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.